Всем привет! Вы на канале BySteam. Сегодня я вам расскажу, чем так хорош Samsung Galaxy S10+. Поехали! Ну что ж, вот сама коробочка. Первое, что бросается в глаза, это черные красивые надписи S10+. Здесь вот Samsung Galaxy S10+. Здесь все черным по белому, очень красиво и прям стильно. Естественно, сам телефон. Эту штучку мы пока в сторону. Аккуратненько. Ой, 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 все посыпалось. Вот такая вот тут система, сам телефон. Сейчас мы попозже рассмотрим. Так вот, серийник для телефонов тут какой-то. Зарядник на 2 мА. Так, вот это вот очень прикольная штука. Это переходник с Type-C от телефона на USB. То есть, по сути, можно, наверное, к телефону подключить что угодно через USB. Это мы вот сейчас попозже попробуем. Так, здесь два отдела. Здесь вот этот, получается, с кабелями. Он вот тут вот закрывается с двух сторон. Такими штуками прикольными. То есть, все тут прям так интересненько. А здесь вот наушники. И вот здесь сверху в коробочке, получается, верхней части. Вот здесь вот скрепка такая крутая, модная теперь. И здесь у нас пуст. И здесь, получается, у нас краткое руководство пользователя. Так, тут вот в этой штучечке проводочек идет. Ну, обычный кабель для USB. Он белый. Ну, вот такой, собственно, кабель. А вот в этой штуке идут наушники. Ого, классно, зрите. То есть, наушники. Вау, прикольные. То есть, они такие как-то, ну, как капельки, да, но совсем другие. Кстати, вот я уже вижу съемные вот эти штучки силиконовые есть уже другие совсем. Провод здесь, короче, необычный резиновый. Кстати, вот здесь вот резиновый идет, а вот здесь уже такой прошитый кабель. Прям вообще круто. Пока мне нравится. Сейчас мы их еще послушаем. Блин, провод вообще реально шикарный. Прям такой нежный, как из хлопка. Прям вот есть такие провода, которые для зарядки. Они прям, вот их прям по ним ведешь. Прям жесткий такой чувствуется. Это прям такой мягенький, вообще классный. Фирма называется AKG. Раньше была Samsung, просто написано. Теперь AKG. Кстати, где здесь левый, где здесь правый? Тут все нарисовано. RL. Вот, микрофон, кстати, присутствует. Ну, в ушах сидят вообще супер. Так, музычка. Так, звук, короче, здесь приятный. Не такой прям басистый, прям бум-бум, но такой мягкий, мягкий такой. Прям вообще классный. Так, телефон большой. Поначалу кажется, что это огромная лопата, как говорят. Но после месяца использования, как и ко всему привыкаешь, он уже не кажется обычным. На самом экране в углу находится двойная селфи-камера. Вот она. То есть, такая отличительная фишка S10 линейки. Выше находится динамик. Ну, обычный для уха. Еще выше находится слот для флешки и сим-карты. Микрофон. С правой стороны находится у нас клавиша разблокировки-блокировки телефона. Вот, как по мне, она неудобно высоко находится, потому что телефон большой, и приходится пальцем бегать до нее. Была бы, если бы она посередине, то было бы поудобнее. С левой стороны здесь расположена качелька громкости плюс-минус, и такая клавиша, как помощник Bixby. Задняя крышка у меня перламутрового цвета. То есть, я думал сначала это белый, а оказалось, что это перламутровый цвет. Есть еще ярко-красный, аквамарин, белый, черный, там всякие разные цвета есть. Поэтому на вкус и цвет каждый выбирает, кому какой понравился. На задней крышке расположен логотип Samsung. Он находится внутри под стеклом, то есть, как он не касается. Ну, и еще одна отличительная черта Samsung Galaxy S10, то, что здесь у них три камеры идет. Снизу у нас разъем под наушники стандартный, 3,5 миллиметра. Это очень круто, как для меня, потому что мне нравится такой разъем, потому как сейчас многие делают, что на айфонах, что на некоторых андроидах, вот через зарядное устройство. То есть, каждые наушники надо искать. А это я могу вставить там в любой разъем, там не только наушники, да, там, а еще что-то. Так, разъем под зарядку, это USB Type-C здесь идет. Ну, это уже прям стандартно, то есть, уже microUSB, все, в прошлом. Ну, и динамик, который, кстати, очень громкий, ну, и он работает в паре с этим, то есть, получается такой эффект стерео. Экран 6,4 дюйма, 16 миллионов цветов, разрешение 3040 на 1440 пикселей. Оперативная память 8 гигабайт и встроенной 128. Также поддерживает флешку до 512 гигабайт. Процессор восьмиядерный, 2,7 ГГц, Exynos 9820. Android 10-й версии, OneU 2.1. Основная камера их 3, первая 12, вторая 16 и третья 12 мегапикселей. На них присутствует оптическая стабилизация и десятикратный зум. Фронтальная камера 10 и 8 мегапикселей, имеется автофокус. Аккумулятор 4100 мАч. В телефоне очень много крутых функций, сейчас я расскажу про некоторые из них. Наконец-то Samsung додумались сделать автоматическую оптимизацию. Можно теперь самому установить время проверки телефона, и он сам будет всё делать. Плюс, наконец-то удалит тот хлам от удалённых приложений, который вечно оставался в телефоне и засорял память. Помимо времени, можно будет выбрать день, в который будет производиться чистка устройства. Также появилась крутая функция, которая позволяет заряжать телефоном любые устройства, поддерживающие беспроводную зарядку. Всё, что вам нужно, это включить в телефоне PowerShare, перевернуть телефон экраном вниз, а сверху положить любой гаджет. Та-дам! Зарядочка пошла! Разблокировать экран можно четырьмя способами. Первый – это разблокировка клавишей. Второй – двойное касание по экрану. Кстати, касание лучше всего работает только в центре, в самом низу и в самом верху касание не работает. Третий способ – отпечатком пальца, который тут ультразвуковой и прям в экране находится. И четвёртый способ – поднятие телефона. Причём это надо сделать не плавно, а резко. Стоимость телефона начинается от 60 до 80 тысяч рублей. Всё зависит от того, какая встроенная память у вас будет внутри. Экран здесь супер навороченный и крутой, поэтому если вы его разобьёте, то заметно будет стоить 24 тысячи рублей. Чтобы этого не произошло, советую вам приобрести чехол любой, либо силиконовый, либо пластиковый, ну и, естественно, защитное стекло. Купите нормальное, которое держится хорошо, потому что края изогнуты, и она может тупо отваливаться. Да, и не стоит бояться, что экран после защитного стекла будет плохо реагировать на ваши касания. Самсунг всё продумали. Есть специальная функция, которая повышает чувствительность экрана на касание пальцев. И это, чёрт возьми, круто! Аккумулятор на телефоне 4100 мАч, его хватает почти что на 2 дня использования, но это всё зависит от того, как его использовать. Но всё же скажу, что аккумулятор очень долго держит зарядку, я даже был реально удивлён. А сама зарядка от стандартного блока, который идёт в комплекте, зарядит телефон примерно полностью от 0 до 100 за час и 10 минут. Это прямо написано на телефоне. Телефон защищён стандартным UP68 от влаги и пыли, но если он вдруг искупался, то вылезет такое сообщение. Влага в зарядном устройстве. При этом телефон не получится зарядить, а сообщение исчезнет только тогда, когда вы протрёте разъём или же он высохнет сам. Поэтому это круто! Динамики на телефоне очень громкие, и, как я сказал, верхний с нижним работают в паре. Такой получается эффект стерео. Но ещё есть функция на телефоне, называется она Dolby Atmos, то есть как Dolby Digital, то есть только Dolby Atmos. Суть её в том, что она делает звук чуть-чуть качественнее и чуть-чуть громче. Если даже телефон нарёт у вас на всю катушку, она ещё сделает, прибавит звук там, ну, процентов на 5 может. Покажу на примере песни. Не знаю, как это передастся на видео, но хоть как-то. То есть у вас всё будет играть музыка, я включу этот режим, и она станет чуть-чуть погромче. Не знаю, как это будет заметно или нет. Вот играет песня. И вот сейчас я включу. Не знаю, слышно было или нет, но чуть-чуть громкость прям прибавляется. Так, я сейчас тут притащил вот наушники, флешечку старенькую, жёсткий диск и кулер у меня вот есть, такой небольшой. Все они от USB. Сейчас мы будем проверять вот эту штуку. Мне самому очень интересно, как она вообще работает. Берём, подсоединяем её к телефону. Ну-ка, в чашку она заходит. Итак, с чего начнём? С кулера, наверное. Да, он работает. Вот он крутится. Так, следующий у нас будет флешка, наверное. Тут на телефоне ничего не происходит. Хотя флешечка вот зелёным моргает, то, что она подключена. Так, сейчас посмотрим, может где-то она тут в мои файлы. USB накопитель. Вот. В мои документы, ну, мои файлы, вот USB накопитель 1. И вот тут, пожалуйста, флешка моя. Прикольно. Давайте включим наушники. Они просто такие мощные, как бы посмотрим, можно ли с них послушать музыку. И они ещё должны светиться. Ну, вся. Так. Они вроде как светятся. Даже меняют цвет. Он определяет то, что это музыка. И уже включает музыку. Ну-ка, сейчас я посмотрю, будут ли играть в них музыка. Охренеть. Она играет. Ну-ка, на полную мощь. Круто. И так. Но ничего не происходит. Видимо, он его не вытягивает. И так, в общем, телефон с жёстким диском не получился у него, потому как, я, наверное, думаю, флешка, она на 7 гигабайт, там мало памяти, а здесь целый 1 терабайт. И он как бы охреневает столько информации воспроизвести. Поэтому, наверное, и советую. А так, собственно, работает. Прям очень круто. Я удивлён. Блютуз на телефоне версии 5.0. И то, что меня в нём порадовало, то есть, что он может подключать несколько устройств одновременно. К примеру, я могу подключиться вот к автомобилю, и тем самым у меня ещё будут наушники работать и часы фитнеса. То есть, вот, подключено два устройства. То есть, вот, у меня уже AirPods подключены, и вот Mercedes Bluetooth автомобиль. AirPods у меня включены для вызова и аудио, а вот Mercedes подключен только для вызова. В плюс у меня ещё работают сейчас часы фитнес. Вот. Но они как бы фоново работают, то есть, там они где-то что-то там передают, и они вообще здесь не отображаются, как бы вообще им пофигу. Мы хотим, вот, например, на Mercedes послушать музыку. Включаем музыку, и у нас вот тут, вот, смотрите, воспроизведение на двух устройствах. Вы можете воспроизводить аудио на двух устройствах Bluetooth одновременно. Можем и в наушники слушать, и на автомобиле. Аудиовыход. И вот мы делаем и туда, и сюда. Включаем музыку. Вот она у меня играет в наушниках. И играет на автомобиле. То есть, всё это одновременно. По Steam. И главное, что в этом телефоне, это, конечно же, камера. Тут их три штуки, и у каждой свои характеристики. Так как камера три, у каждой свой угол обзора. Ультра широкоугольная на 123 градуса, широкоугольная и телефотографическая. Есть режим ночной съёмки. Также есть оптимизация изображений, которая настроит цвета и оттенки в лучшую сторону, да и ещё подскажет, какое фото сделано с дефектом. А ещё камера понимает до 30 режимов и что именно находится перед ней и покажет небольшой логотип и цветок это или трава. Фронтальных камер тут две. Как по мне, камера даже на полностью вытянутую руку фотографирует очень близко, но снимки качественные. Селфи-камеры на экране не особо мешаются и выглядят прикольно. Есть некоторые приложения и игры, где за ней ничего не видно, но это не критично. Да, кстати, если вы что-то собираетесь фотографировать или снимать на видео и у вас там оказалось, что камера немножечко грязная в подпечатках пальцев или ещё что-то, редко, но вылазит сообщение, что типа протрите камеру для лучшего изображения, так сказать. Видео на телефоне просто шикарное. Мне вот очень понравилось, потому как есть здесь формат от Full HD до 4К. Единственный минус в том, что при Full HD ты можешь снимать со стабилизацией, которая здесь тоже есть, а в 4К ты уже не можешь, но как бы там картинка высота круче. Со стабилизацией видео выглядит просто шикарно, стабилизация здесь охренительная, вот посмотрите сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так как сам телефон большой, то пальцы не всегда дотягиваются до верхушки экрана. Телефон приходится держать двумя руками. Одно сделать это сложно. Приходится перебирать пальцами. А когда пишешь сообщение, из-за изогнутого экрана часть руки нажимает на букву Х и букву Э или может удалять сообщение. С вами был Байстим. Спасибо, что посмотрели видео про этот супер крутой телефон. Подпишись, если ты не подписан. Поставь лайк, посмотри вот это видео и вот это. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok